Привет, бро! С тобой Воблер и ставь лайк за 3 секунды, если ты не хочешь, чтобы наступила третья мировая война. Считаю! Раз, два, три! Молодец, что успел поставить лайк! Это у нас игра Total Time Simulator. А мы сегодня с тобой поиграем в этой игре в компании, где мы будем играть за Германию, будем наступать на Советский Союз и на другие страны. Игра находится в разработке. Ссылочка на неё будет в описании, поэтому переходи по ней, в Steam, подпишись, чтобы не пропустить выход вообще этой игры. Добавь её в список желаний. Наступление 09.1939 год. Немецкие силы вторгаются в Польшу, начав Вторую мировую войну. Вот, ребята, с этого момента и началась Вторая мировая война. То есть мы с тобой сейчас будем за немцем. Ну, такая вот у нас игра. Давай мы себя как назовём? А звать меня в игре будут Иван Заблэк. Ха-ха-ха-ха. Иван Чёрный, он устроил Вторую мировую войну, бро. Ой, это реально смешно. Первый акт Германия, 09.1939 год. Наступление. Это наступательная операция. Вы начинаете отсюда. И ваша цель закончить за минимальное число ходов. Да, то есть мы можем карту общую. Есть древо. Давай посмотрим, что мы можем сделать нашему древу. Сверху у нас есть 13 тысяч денег. Мы можем что-то для воздуха выбрать. Есть какие-то самолёты. Ты посмотри. Истребители БФ-109. Также есть пикировщик. Ох, и штука. Что касается пехоты. Это пехота, воздух, земля. По земле. Давай посмотрим по наземным танкам. Какой-то кран. Есть. Есть что-то. Лёгкий танк. Панзер 38Т. Неплохо. А также есть офицеры. Что мы можем делать? Наверное, нанимать их, да? Чтобы нанять какого-то офицера, есть даже деньги. Вот 420 каких-то долларов, бумажек. Будем считать, что это доллар и всемирная валюта, да? Или евро. Короче, что это плюс 10. Что делать? Урон плюс 10. Это бонус к увеличению наносимого урона. А вот, смотрите, есть урон плюс 10. И выстрелы плюс 10% в минуту. Давай, наверное, вот этого чувака наймём. За 420 денег. В принципе, он, мне кажется, неплохой. То есть, наверное, ему что-то, машину какую-то надо взять, да? Вы хотите купить для офицера? Ну, давай купим. Уже деньги потратили. Короче, идём на карту. Разместим наши войска. Итак, у нас какая-то осенняя карта. Жёлтая такая. Осень. И они будут маскироваться. Вот мы видим, какие-то танки стоят. Командная битва насмерть. Уничтожить всех врагов, чтобы выиграть. Окей. Удерживайте любую клавишу, чтобы пропустить. Мы не будем пропускать. Ага, есть даже какой-то бункер. Укреплённый хороший церковь. Есть танки другие. Колокола. И что это такое? Артиллерия. Раз, два, три, четыре, пять штучек. Хорошо. Ну, тут мы видим, у них много пехоты. Можно, в принципе, попробовать взять численность, да? И посмотреть, что у нас. 6 тысяч денег. Конечно же, мы можем расставить танки. Вот прям здесь, чтобы сразу началась эпическая битва. В самом начале. Как раз наши танки-пулемётчики смогут сразу атаковать. То есть мы их не будем далеко ставить. Сразу через кладбище они заедут и уничтожат врага. Ну как врага? Мы здесь враги, да? Потому что мы наступаем. Мы захватываем. Мы захвачки. Я, в принципе, думаю, что можно всё танками вот так вот расставить. Смотри. Чтобы вот здесь вот танки были. Смотри, где деревья. Деревья убираем. Всё, это будут танки. Просто будут наступать. Что у нас ещё есть? Давай посмотрим. Пехота. Стрелок-пехотинец. Давай мы сзади вот поставим стрелков-пехотинцев, которые тоже будут. Тут вот стрелять что-то по танкам. То есть танки будут прикрывать. Обычно танки идут. Их прикрывают обычные пехотинцы. Немецкое орудие. Ствольная артиллерия. Артиллерия. Давай мы вот здесь вот поставим артиллерию. Пусть она жёстко будет накидывать. Смотри, как раз на берегу стоит эта артиллерия. Чётенько. Что у нас ещё есть? Истребители какие-то? Вот у нас. Пусть будут истребители. Сверху будут летать такие крутые. Будут что-то поддерживать. Ну всё. А, у нас ещё есть деньги. Я вижу, можем на эти деньги пехоту набрать. Пехота вроде бы здесь недорогая. Конечно же, пехота пусть будет возле танков. Как ты видишь, пока что нам в игре доступно всего лишь один вид пехоты и один вид танка. Ну, потому что мы ещё ничего не открыли. То есть мы с тобой ещё не суперкомандиры, потому нам немецкое руководство не доверяет. Ничего. Начать. Ну-ка, давай начнём. Я, конечно же, вселяюсь. Воу. Пошла жёсткая атака. Бум. Всё взорвалось. Дичь, мало здоровья. Едем вперёд. О, что-то мигает. По гробкам. Как раз тут поминки должны быть. Давай. А, убили меня. Долетался. А танки вражеские отступают. Ничего себе, какие они хитрые. Слушай. А где же наши танки-то? Наши поехали с правой стороны. Ну, бункер наши сразу разорвали. Смотри, вражеский. Танк застрял. Танчик, ты чё застрял? Я в тебя вселяюсь. Я тебя спасу, дружище. Ааа, поехали. Давайте, пехотинцы, в атаку. Всё так быстро происходит. Я даже не знаю, что там спереди на поле боя. Это наша артиллерия рубит. Ты видишь замес. Всё, победа. Победа без нашего участия, можно сказать так. Вот так всё быстро происходит, если ты правильно расставил технику. Круто. Но враги отступали, как ты видишь. Победа. Победа была очень быстрая. Награда тоже в деньгах. Но я хотел повоевать, я просто не успел, ребята. Вы же видите. Ладно, ага. Нам показано, что можно что-то ещё прокачивать. Вот наше древо развития. У нас есть очки, да, какие-то колбочки. То есть это очки технологии. Я думаю, что нам надо улучшить вот этого Panzer II. Если у нас обычный Panzer, у него 190 получается. ХП и защита 375. У этого Panzer II. ХП такой же, но брони на 100 больше практически. Чтобы открыть надо 250 колбочек. Нам на это не хватает. Да, то есть недёшево здесь стоит и в дереве технологии. Ладно, давай мы знаешь, что сделаем? Посмотрим по пехоте. Чтобы открыть эту пехоту снайпера, нам понадобится соточка колбочек. Давай мы пехотинца откроем. Всё, пехотинец открыт. То есть теперь он сможет палить издалека. Стоимость его 30-очка тратить. Можем, в принципе, ещё выбрать и нанять каких-то офицеров. У нас одна ячейка уже забита. Снижение урона на 5%. Это бонус снижает получаемый урон. Давай мы, наверное, этого парнишку наймём. То есть у нас есть увеличение, а также уменьшение. И нам надо для него, ну, тоже какую-то офицерскую машину взять. Да, у нас этот танчик не разблокирован. Давай машину купим. Чтобы открыть новый танчик, надо ещё один раз победить. Тут мы взяли. Мы можем наступать либо по этой стороне, либо по этой. Можно, в принципе, по всем сторонам наступать. Волна. Познань. Начинаем. Посмотрим, что тут будет. Два черепка. Это то вторая сложность, что ли, у нас, или как? Проход в сентябре. Сентябрь. Нет, сентябрь это довольно печальный месяц, потому что всем нужно идти в школу. И на учёбу, ребята. А лето это огонь. Весна это огонь, когда теплеет. Давай будем знакомиться. Что это за танчики? Переживите все волны, чтобы выиграть бой. Сейчас вы видите только первую волну врагов. Аж какие волны будут дальше, нам неизвестно. Потому непонятно, какую технику надо ставить. Но зад с волнами, это означает, что задание. Зад с волнами. Задание с волнами. Ну, как зад, как с жопа. В жопа нам будет. Намекает игра. Говорит, чувак, плохо расставишь, ты проиграешь. Это у нас какой-то улучшенный лёгкий танк. То есть у них уже улучшенные танчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять десяток танков. Тут артиллерия. Что это такое есть? Смотри. А, это куст. Фух. Куст цветной. Я думал, что-то похоже на артиллерию. Ладно. Это что такие, ребята? Это снайперы или это обычные? Да, снайперочки уже стоят. Раз, два, три, четыре, пять. То есть, ну да, снайперы наших пощёлкают. Я думаю, что нет смысла ставить обычную пехоту. Потому что у них есть снайперы. Если нам уже и ставить, то снайперов. Потому что мы тоже их купили. Да, они дороже. Кстати, танк сколько стоит? Танк стоит сто. А снайпер стоит тридцать. Мне кажется, что выгоднее может быть даже танк купить, чем снайпера. Давай мы его вот так вот везде разместим. Может снайперы где-то куда-то полезут, залезут. Можно, конечно, из-за снайпера поиграть. Но хочется больше на технике здесь повоевать. Снайперов поставили. Давай. И ещё возьмём танки. Вот здесь вот побольше танков. Если будет вторая волна, то мы можем, в принципе, до неё и не дожить. Потому что я не знаю, как там всё будет. А что это офицер? А, я в прошлый раз офицера не поставил, что ли? Или в чём прикол? По-моему, я в прошлый раз офицеров не взял, ребята. В прошлый раз мы без офицеров победили. Нормально. Ладно, пусть будут офицерские машины. Кстати, эти машины надо прикрыть, возможно, танками. Вот здесь, с этой стороны. На всякий случай. Потому что, ну, у нас много денег. Мне кажется, что здесь будет довольно жёсткий замес. Я бы такой, что ещё бы взял самолётов. Просто я не знаю, через какое время будет волна ещё. Давай пехоты наберём. Вот здесь пехота будет толпой идти. И давай всё-таки немножко поставим пушек. Потому что мне кажется, что не понадобится. Где-то в центре пусть будут тут и пушки. Посмотри, одна, вторая. Будем надеяться, что артиллерия нам поможет. Всё, всё? А, нет, пушки ставятся. Вот 6000 у нас есть денег. Давай, наверное, всё-таки начнём. Я снова выберу танк. Пошла жара. Куда мы едем? Вперёд. Пацаны. Это за пулемётчика. Я не вижу, куда вы стреляете. Врага очень плохо видно. Ты видишь, он такой замаскированный. Вдалеке чё-то. Где враг? Куда вы стреляете? Я не вижу никого. Вторая волна. Где волна? Откуда волна? Самолёты полетели. Короче, надо ехать за нашими ребятами. Они знают, где эти волны. Защита. Защита показывается. Вас защитить. От кого вас защитить? С той стороны что-то едет страшное, возможно. Страшное и опасное. Вау! Стрельба. Я не вижу ничего. Так всё быстро происходит. Где враг? Мне кажется, что здесь с одной стороны надо играть, а с другой стороны надо всё как-то рассматривать. Блин, да куда вы палите? Покажите. Они по пехотинцам постреляли. Смотрите, разрушение рельефа. Третья волна. Да я только доехал, а вы мне волны показываете. Я рад, что мы побеждаем, конечно. Куда вы? А с другой стороны нападение. Я первый поеду. Если даже сольюсь, ничего страшного. Вот наша артиллерия куда-то вдаль уже стреляет. То есть, видишь, здесь боты не знают, куда надо вообще ехать. Вот танк! Танкую, вижу. Давай пулемёта уничтожили. Попёрли по деревьям вообще дикие наши ребята. Офицер тоже спереди. Оу, аккуратно. Кто там вдалеке? Давай я попытаюсь вот так вот объехать аккуратно. А, вижу! Вижу врага, вон, еле-еле заметно. Ну и с пулемёта. За дом спрятался. Ещё! Да там их много. Давай стреляю вдаль. Давай, давай, др-р-р-р. А у меня пулемётик. То есть, я зажимаю и всё, да? И палю. Вот, на-а-а! Вообще, жёстко пулемёт у меня. Убил. Хорошо. Нажимаем перезарядочку. О! Всё! Победа! Мы, ребята, вторгаемся в Польшу. Следующее. Отлично, мы снова заработали. Я хочу сейчас купить более крутые танки. А чё танк взять? Вот этот. Есть вот этот танчик. У него 470, да? Офицерский. Но есть вот этот. Я думаю, что... Давай возьмём Панзер-2 всё-таки. Откроем. 250. У нас 350. Отлично. Панзер-2 открытый. Смотри, у него есть пулемётная точка сверху. Даже какая-то броня что-то там. Большой ствол. Ещё и маленький пулемёт в башне. В принципе, неплохо. Смотри, у него два пулемёта. Один. Второй. И пушка. То есть он хорош, мне кажется, будет против пехоты. Одного офицера убили. Ничего страшного. У нас остался офицер, который добавляет урон. Можно улучшить офицера? Да можно просто нанять. Тут вот есть какой-то, смотрите. Урон увеличивает нанесимый урон. Давай вот этого наймём. Конечно. И ему прикупим ещё тачку. Чтобы он на тачке ездил. Главное не забыть его поставить. Потому что я такой, что могу. Вот это что за штука интересная. Смотри. Снижает урон. Нету. Ну, наверное, достаточно. Пусть будет два офицера. У нас вот этого тоже давай наймём. И тоже ему возьмём машину. Больше офицеров. Походу, эти все офицеры на всю компанию, так понимаю. Или они будут ещё добавляться, наниматься. Что нам подготовил враг? Я уже увидел три самолёта сверху. Даже какой-то бомбардировщик. Это танчики. Да, вот они. Такие непростые. Есть три артиллерии. Пехота какая-то. Ещё танчики. Ещё артиллерия. Бункер увидел. Тут кто-то в лесах прячется. Подожди, аэродром. Один бомбардировщик и два каких-то таких вот истребителя. Здесь зениточка. Неплохо защищены на самом деле, слушай. Давай посмотрим, что же мы сделаем. Ну, начнём с того, что у нас есть более крутые танки. Можно сразу поставить на первую линию. Пусть они идут в атаку и сразу уничтожат артиллерию пушки. То есть мы не будем далеко. Танки тоже у них есть. У них вот этот бункер довольно интересный. Но он, бункер, стреляет в эту сторону. Если сбоку где-то заехать, то, в принципе, можно сзади его уничтожить. То есть спереди можно ничего не ставить. Ладно, я думаю, что можно сделать вторжение с этой стороны. Жёсткое. Вот мы сейчас вот так много танков поставим. Пусть они едут с этой стороны. Смотри, они через лес просто будут торгаться. Жёстко причём. Мне нужны какие-то истребители. Вот давай просто истребители. Раз, два, три, четыре, пять. А, даже шесть. Если что, истребители помогут здесь потом на земке. Я думаю, что после того, как истребители наши уничтожат вражеских истребителей, постреляют ещё по их танкам. У них закончится топливо. Они упадут на землю в виде парашютов. Да? Это у нас будет, конечно же, пехота. Что мы можем ещё добавить? Есть у нас тоже артиллерия. Я думаю, что стоит его где-то назад. Вот так вот поставить эту артиллерию. У них тоже есть какая-то дальность. Хотя я, на самом деле, больше на танки возлагаю все надежды. Можем здесь, так как у них много пехоты, можем, конечно, поставить снайперочков. Пусть вот снайперы здесь наши такие идут. Они будут прикрывать. Конечно, у нас есть офицеры. Куда же без них? Вот, смотри. Третий офицер. Давай больше танков. Вот этих новых, которые мы набрали. И давай немножко стареньких. Потому что они проверены. У них уже 4 всё-таки пулемёта. Чисто будем численностью. Вот, смотри. Нападаем. Ну, как-то уж очень много у нас танков. Это довольно подозрительно. Возможно, у врага ещё может быть какое-то подкрепление. Посмотрим. Не хватает. Ну, всё. Мы, в принципе, поставили. Можем ещё тут посмотрим, на что он способен. Вот я выбрал танк. О, сразу началась атака. Едем вперёд. По нам уже стреляет. О, зря я сел в самый первый танк. Давай сзади сяду. Жёсткая битва. Слушай, нас реально здесь быстро убивают. Ууу. Что за дичь происходит? Так, что с бункером? Мы тут разобрались. Смотри, вот пехота вражеская идёт. Её тоже положили мы. Давайте, пацаны, продвигайтесь. Я буду не вселяться пока в технику, а просто показывать, что вообще происходит на поле боя. Вот вражеские танчики ездят. Ты видишь? Ремонтируется, гад. Давайте, пацаны, наши толпой. О, смотри, едет такой. Ха-ха. Самый первый. Вот вражеский аэродром. У них же здесь и зенитки есть, кстати. А, зенитки уже уничтожили. А вот враги отступают. Ты посмотри. Вот танчик отступает. Хитрый такой, в деревья прячется. Что там наши истребители? Летают? Можем тоже вселиться в истребителя. О, я лечу. Где враг? Я его не вижу. Это вражеский самолёт? Это наши, блин. Это наш самолёт. Мы подбили. Это был бомбардировщик. Не вижу врага. Где тут вообще враг? Куда стреляют наши? А куда тут? Туда. Там танки где-то уехали, да? Аэродром уже взяли. О, я его возле деревьев лечу. Я ещё чуть-чуть бы зацепил крыльями. Победа. Это круто, конечно, победа. Но всё очень быстро происходит. Быстро. Но тут уже по деньгам, ты видишь, не слабо. У них тоже было почти 10 тысяч по средствам. Уже у нас средства практически одинаковые. Но у нас зато было больше техники и больше людей. Мы здесь победили. Отлично. Ну что ж, бро. Сегодня у нас были только победные бои. А в следующем ролике мы уже завершим эту кампанию. И там будет не всё так просто. Обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующую серию, а также новую игру. С тобой был Воблер. И скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok